Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень рад вас всех видеть. Давайте, наверное, надеемся, чтобы выглядели с ним более тщательно в настольном танеце. Итак, огромное спасибо за внимание к нашему спорту, это очень приятно. Здесь мы встречаемся на турнире памяти заслуженного тренера России Владимира Александровича. Это, наверное, огромная честь для всех нас, во-первых, что проводится в турнире, как и в своих очень многое сделано для настольного танца, в протяжении многих лет руководил сборкой, огромный класс воспитания молодежи, сделал каждое настольное танец один из основателей и тех, кто очень-очень много хорошего сделал на настольном танец, и, конечно, ему очень благодарны. К сожалению, он сейчас не находится здесь, но он в наших сердцах и всегда будет лечить и им парить. Итак, с вами я сегодня хочу добиться своим опытом для подготовки к сигналам. Мы, встречаясь с Сергеем Астаховым, долго обсуждали, как это правильно сделать. Наверное, я просто вложу свой личный опыт, который я на протяжении 25 лет в своей жизни в настольном танце накопил, собрал, и, может быть, он будет вам интересен. Поскольку есть разные возможности подготовить себя, свой организм, свою спортивную и физическую форму к соревнованиям и таким же процессам, я бы выделил несколько вариантов подготовки. Давайте я возьму на основу, допустим, месячный срок, если вот перед каждым спортсменом есть определенные соревнования, допустим, скажем, чемпионат России в зерновом. У вас есть в распоряжении этот срок, вы готовы посвятить себя правильной подготовке и разложу этот срок на месяц. Моё понимание и так. Я вам даю максимальный срок подготовки к этому соревнованию, по ней значимости всех тех элементов, всех тех заданий и задач, которые стоят перед конкретно вами, чтобы подготовить. Ещё раз повторюсь, я люблю мой личный опыт, который я собрал и который мне позволял достаточно быстро, если у меня нет времени для его подготовки, или достаточно качественно, когда есть для этого более большое промежутное время. Итак, значит, этот месяц я разбил на 4 недели. В принципе, в это включается одно из первых и основных. Вы уже понимаете, что ваш организм должен быть готов к этой предельной тяжелой нагрузке. Если у вас есть время посвятить себя только подготовке, тогда вы должны понимать, что это будет большая нагрузка, что это концентрация, это переключение внимания, жертвование, наверное, какими-то, не знаю, интересными для вас, какими-то, допустим, кино, телевидение, можно это пожертвовать для того, чтобы он подготовился. Для того, чтобы он не был готов. Первое, что я делал. Набирался здоровье, то есть посвящал какое-то время, довольно целенаправленно, бегом, насыщал организм кислородом, кушал витамины, пил соки, для того, чтобы этот срок вашего организма держал. Итак, первые недели, за четыре недели до сменования, когда у меня оборудование, я посвящал базовым элементам, отработке базового элемента, для того, чтобы вы привыкли к мячу, для того, чтобы каждый элемент был отточен до совершенства, для того, чтобы мяч не терялся и не ходил у вас с ракеткой, для того, чтобы вы могли четко и спокойно знать, когда прилетающий мяч у вас не попадет ни в игру, вы подойдите ногами, сможете включить корпус, увидеть, как стоит соперник, и для этого, в первую неделю подготовки, месяц, я упрощал задание, и делал самые простые элементы при этом. Чем я взрослее становился, тем больше понимал, что мой организм готов справиться с предельной нагрузкой, и тем больше я усложнял и утяжелял для себя процесс. Если раньше, в 70-х или 90-х годах, было принято играть одним мячом на столе, максимум двумя, то сейчас у нас есть возможность пользоваться большим количеством мячей, и уже 10-13 лет назад практически каждую тренировку я брал для себя большим количеством мячей, причем независимо, хорошего качества и однозначности для меня уже не играло никакого значения. Я брал такое количество мячей. И, допустим, давай сразу попробуем сделать. Сейчас я поставлю с ним, чтобы не мешало на исполнительные элементы. И отпущу одну из первых важных элементов, которые я проводил, начиная свою комплексную, двумя точную подготовку к вашему соревнованию, это прочищал каждый отдельно взятый элемент. Ну, например, идем в мячи, не начиная играть. Давайте я сразу начну с того спина, потому что, ну, все, конечно же, знают, что надо развиваться, надо знать комплексы, надо знать ноги, люди могут это все упускать, потому что на это время в юнити все это знают или услышат о более правильных профессионалах. Я конкретно настольный петь на высоком профессиональном уровне. Итак, одно из важнейших заданий, которые я начинаю для того, чтобы подготовиться. Здесь важно. Передвижение, уменьшить внимание, контролем, как вы ее меняете, четкость исполнения, здесь все надо принимать внимание. Куда вы едете, как вы понимаете, как принимает ваш соперник. И, в чем порядок, то, что я практически не останавливался. Минут пять потом играть на этой экономике и без останавливаться. Сейчас я подниматься приблизительно, чтобы вы поняли. А дальше, вы должны понимать, что все следующие задания и люди не на таком тенге практически не останавливаются. Итак, сейчас поехали, сдвигаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 А на соревнованиях все по-другому. Все болит. Мне кажется, с чего это? Я тут 5 минут поиграл. Дело в том, что вы концентрируетесь, сжимаетесь, болитесь. И все это за одну-другую секунду. То есть вы даже не оцените, но это произошло. И поэтому, с чего я вернусь? Такие страны, как Швеция, Япония, Китай, Южная Корея. В процессе соревнований, они выделяют огромное внимание физической формы. Для того, чтобы организмом скрепостился, получил недостовительную физическую нагрузку, которую вы, наверное, в нормальном тренировочном процессе позволяете погелить, отжаться, подышать воздухом. Вот это все они компактно включаются в соревновательный процесс. Мы часто видели фотографии, ясники, как Ван Лични, например, во время чемпионата мира, какие-то безумные нагрузки делали, там чуть ли не штампы залагают. Поэтому эксклюзит, но это он знает свой организм, поэтому он все мобку знает. Другие, наоборот, ложатся, особенно я это часто видел в российской сборной, ложатся, говорят, я должен отдохнуть. Ничего не нагружает меня, даже тренироваться не в любви сегодня. Это, с одной стороны, верно, если человек знает свой организм, понимает, что он делает. А с другой стороны, это неверно, потому что тонус, который нужен вам, может быть, один раз за партию, за двадцать, включить, и может где-то при счете 0-0, что их партии надо сделать. То есть, вот эта вся концентрация, глобализация должна быть подготовлена к вашему организму. Еще раз повторюсь, одно из основных, чтобы вы понимали, что вы делаете. Прочистывайте свой организм, прочитайте. Итак, базовые элементы первой недели. Значит, к ним я добавлю несколько заданий, которые уже будут разболгать. Примитивизм моих первых заданий. Итак, давайте займемся для обороны, а вот это вы можете. Значит, разновидность моих примитивнейших тренировок первых недель. Алексей крутит так же, как и я. В больших количествах мячей мы не замечаем больших потерь. Мы все время в игре, мы все время в мячах. И это дает нам возможность поднять наш уровень гораздо быстрее. Итак, Алексей, ты крутишь, я крутишь. Мы стоим у стола и играем. Ну, будет просто на 60-70, потому что ты мяч. Сейчас у нас будет большое количество ошибок, прошу меня не отвлекаться. Потому что сам смысл важен. Потому что чем больше вы насыграете, тем быстрее вы адаптируетесь к такой игре, тем меньше будет вашего. Здесь важно, конечно, не просто вот так вот размаживать корпусом и ногами подстраивать к мячу. Главное, чтобы вы каждому игроку осуществляли со всеми законами, которые младенец сам. Все четко, подход к ногам, к корпусу, к предплечиям. Во-первых, любое движение на стольный теннис, оно будет направлено в сторону стороны соперника. Вперед. Я даже захожу до того, что сейчас привожу, вот ваш удар, вот куда вы хотите сыграть, вот куда вы хотите попасть. Вот этот вот палец, он управляет вот туда. То есть, в принципе, где-то в группу, это соответствует действительности. При этом и палец в ноге, и плечо, и голова, может тоже вам помогать в любом ударе. Сейчас подемонстрирую, если я его иду. Сейчас, подставь, подставь. Посмотрите. Все, вот мой палец идет по направлению туда. Если мы все это грубо оставим в подсознании, по делу, что так грубо, то у вас будет работать и корпус, и коленки, и, наверное, большие пальцы на ногах тоже будут направлены туда, и это можно исправить. Ну, перегрузим сейчас. Вот, не жестко. И так, чуть-чуть добавляем в награде. У нас есть ближняя зона, у нас есть средняя зона, в которой мы можем двигаться и, опять же, следить за каждым в наших временах. У нас есть дальняя зона. Например, мы можем салететь это же задание и сгонить среднюю зону. Что, в общем-то, очень важно. А для нас салететь важнее, как и опять. Попробуем. Я чуть-чуть побоем. А там, что лице, как и наши попадания. Леш, вот это чуть-чуть побоем. Вот так, чуть-чуть. Еще раз. Вот в этом зоне мы сможем попробовать удержать мяч. Еще раз повторить, что должны понимать, что то, что мы сейчас знаем, это непредельная скорость, которую мы делаем. Это коробирование скелета, мышечного скелета, который мы за эти четыре недели должны нарастить скорость, внимание, концентрацию для ВПФ. Первая неделя у нас проходит под знаком нагрузки и статики. То есть, мы не передвигаемся, мы оттачиваем элементы в своем исполнении. Далее. Алексей у нас решает, поэтому для того, чтобы сложнейший и надежнейший элемент использовать, правый, кто в спине, как у всех нормальных игроков, на самом деле, в 80%. Я это понимаю, потому что в последние лет 30 китайцы, шведы и корейские южные коллеги пропагандировали правый топ-спин как основное мощнейшее средство. И практически увидели единственное разнообразие, которое уносило это в Советский Союз и Россию. Ну, были отдельные исключительные игроки из Улиссона, которые тоже пользовались там делом топ-спин. Ну, такие как Танислав Николаевич Думасков, Андрей Розунов и все поколение российских спортсменов великолепно пользовались левым топ-спином, что в общем-то для настольного тенниса было как-то исключение. А современный настольный теннис, как мы их смотрим в период, мы понимаем, это аборида у Господня, вращение с обеих сторон. Например, 20 лет назад, когда я начинал перекручивать слева, я был единственным в мире слева на столе, потому что тогда я еще даже справа никто не перекручивал на столе. Сейчас без этого элемента невозможно представить свой момент настольный теннис. Сейчас перекручиваюсь слева и на столе, и с дальней зоны. И доходит вообще-то смешного, что Дмитрий Афчаров заходит в левую руку, принимая подачу, вот так начинает и лежит сюда продолжать. Такое было невозможно представить еще вам лет 10-15 лет назад. Я расскажу про этот элемент струтки, это слабнейший элемент, который можно уже в современном настольном теннисе, благодаря инвентарю, благодаря проливерности можно уже начинать атаку с чужой подачи, совершенно нереально будет представить 10 лет назад. Итак, мы берем все возможные диагонали, параллели для примитивнейших заданий. То есть мы можем сейчас с Алексеем, в той самой чередея с двумя для примитивнейших заданий, я могу сняли нарезы и так же перекручивать несколько сотов, но со мной обещали стараться и двигаться. Используемся обязательно в основе на учебнике исполнения каждого минуты. Ну как-то так. Далее мы продолжаем ежедневно, в этой первой неделе подготовки, используем примитивнейшие задания, которые прочищают, как я уже не раз сказал, прочищают наше движение, возможность подержаться на лече, привычку играть в долгие розыгрыши и не терять при этом дыхание, не терять при этом дыхание, не терять при этом дыхание. Дальше мы добавляем передвижение. Значит, вторая неделя у меня проходит под знаком передвижения, и здесь основные упоры будут сделаны на нагрузку и включение в нольные руки. Значит, примитивнейшие задания обыграет вас с закрытыми глазами. На самом деле, Дальюшника, на самом деле, Дмитрий Овчаровцев, на самом деле, Дмитрий Овчаровцев, на самом деле, Тима Бой, Вова Самсонов, это все те люди, с которыми лично я прошу очень знакомого, и знаю, что они такие же люди, как мы с вами. Удивили больше времени психологии. Другой, более гениальный, в статическом плане. Ну, как говорим, каждый человек, который я встречаю, в чем-то лучше меня, я могу только выучиться. Вот они смогли найти себе силы, выучиться у других, добавить своего, и в нужный момент, в нужном месте нажать на правильные палец и выиграть первый чемпионат, а за ним второй чемпионат поездки. А третий раз в третий субботезе, в том же, два чемпионата уже выиграл. Вот это все в наших силах. На ЮТУ стать лучшее, улучшить себя в галиметах, улучшить себя в понимании, добавить к умолонитартическому, увлечься на строительство, так, чтобы это стало ежедневным вашим манционом. И вы, смотри, рассказать завтра, вот, смотри, как все руки выдавали, вправо перекручивал, ему не хватало там, допустим, он задирает плечо, оно мешает ему расслабленные все движения вперед, а если бы, если бы он был стоял на лист, у него все движения пошло вперед, направлены, после этого его нога оттуда выгибла обратно, и, в общем-то, вот этот цикл, потому что в условии в каждом мире есть спорт, и особенно на стольный теннис, потому что для меня на стольный теннис еще не извлекал. 35 лет я над ним думал, продолжаю думать, и каждый день заработал, что-то новое нужно. Хватит, видите, пошла практика. Итак, 2 дня все следующие. Значит, первую неделю под знаком чисто монотонной работы на трудачке мы приблизительно закончили. Вторая работа, вторая идея включается передвижение, и уже с наработанными нашими элементами это добавляет вам времени на столе, это добавляет уверенности, и это добавляет вам радости, потому что чем больше мяч держится на столе, тем больше калек я получаю. Просто вот, сначала мотив держит свое это ребра, края, ножки с вами переводить, которые не могут подойти к каждому второму мячику, при каждому мячику я еще разрушаюсь. Сейчас у меня уже не играет пригодная на основе тренинс, я могу совершенно спокойно отследить тот элемент, те мелочи, которые мне мешают попали на столе. Итак, трёх, это у вас две точки, а я вам показываю, как передвижение включается уже в процесс тренировки уже после, скажем, двух, трех, пяти дней две недели. Итак, он не играет три точки, а я на уровне средней мощи начинаю навращивать попадание и передвижение. смотрели за моими движениями ногами? Очень важно. Этого никто не делает в России. Я себя заставлял это делать даже в метро, когда заехал и почаще стоял на двух носочках. Параллельные ноги параллельно срутнеют. Передвижение в общем-то должно быть в моём понимании. Мой опыт, который может сейчас менять. Но в общем-то тебя двигаешь на двух носочках одновременно. Это очень важно. Объясню. Любая пятка, например, если мы вот так встали, она мешает передвижению. Вы не сможете стартовать. Первый раз на туре сопритягивая стоимость вне движения. Моё передвижение практически личное. Отмечали всегда там розыск, которые мне тренировались в героге. За счёт того, что параллельно ноги, за счёт того, что на каждую мы можем положить вес тела. За счёт того, что ноги полусогнутые готовы к старту. Я могу стартовать как вперёд, так и назад. Любая позиция позволит мне из любого положения выйти в любое направление. За счёт перебежения на двух параллельных стопах друг к другу. Как бы я не уходю, всё равно не должно пройти. Потому что я смогу создавать любую ровню. В любую точку. Итак, согнутые ноги, сработанные на носочках, позволяют мне постоянно находиться в кондиции. Посмотрите, как я передвигаюсь. В принципе, достаточно сложно пройти. Сейчас я Алексея так же поставлю. Посмотрим как я передвигаюсь. Поехали. 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 теперь я по-моему теперь я по-моему все дело единственное но это не может нагрузку 2-3 минуты мы сейчас взяли четко спокойно я запыхался Алексей Симов может это выделить еще гораздо больше количество мячей количество времени проведено в записи определяем мы сами но больше 5 минут каждое задание не рекомендуется во первых много всего есть другого примера во вторых существует порог пресечения когда вы наигрались у вас получаете и здесь надо понять нужно нужно мне еще оттренировать для того чтобы он меня вообще написал в принципе где-то в 20 20-25 лет бывает у меня задание когда я играл час справа а человек стоял слева по всему столу свободно безумные нагрузки безумные серьезные нагрузки которые итак вторая неделя передвижения сейчас я вам покажу несколько разных моментов передвижения раз два три в принципе во второй неделе мы продолжаем использовать задания в которых меня слышно в которых мы понимаем куда мы движемся какие точки нам дает соперник это дает возможность нам правильно подойти правильно использовать все ресурсы от Галины для того чтобы мы четко не теряя мяч разыгрывали длинные розыгрыши ой 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 итак все задания с передвижением мы можем совершенно спокойно включать сюда включается передвижение из разных точек передвижение с повторением например два удара справа один слева ой один с центра один 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 слева здесь любые сочетания приветствуются возможно они служат сочетанию ваших отработанных в первую неделю четких движений и включения динамики когда вы взбиваетесь когда у вас начинает прикупляться внимание когда в процессе длинных тренировок вы теряете концентрацию вот здесь мы все это нарабатываем путем сочетания сложнейших уже заданий координационных и теперь я добавляю сложности помните я вам показывал как я кручу справа стандартных теперь я вам покажу как можно разнообразить эти же простейшие задания путем самореализации путем включения головы корпуса внимания итак посмотрите разницу просим итак прошу прошу все и так нам итак и так все и так и так и так как и а и так Это все я делал справа на право. Пять заданий, которые разнообразуют ваше понимание. Разнообразуют владения и кружат неголого. Это настольный теннис, в котором просто нет границы. В котором ваш креатив должен каждую минуту гореть. Как говорилось, я даю вам огонь, а гореть должны сами. У вас в топку вы забрасываете все. У вас свободное время, литературу, знания. Это все уже оказывается. Даем вам направление. Горите, делайте, творите сами. Вот второе мое было задание сейчас. Я из топ спина, который наработал, делал остро атакующий топ спин. Каждый из которых практически на пределе моей скорости, моих физических грантов. И вот так выдержать коробочку. Поверьте мне, каждый из вас недолго.